Друзья мои, всем привет! Сегодня мы готовим невероятный салат мимоза, но сделаем его без консервов. Берем филе горбуши, немного его солим и обжариваем в растительном масле с двух сторон до мягкости. Жарить нужно примерно 5-8 минут. Возможно, вы скажете, что салат с консервой получается намного дешевле, но! Хорошие консервы тоже стоят недешево и жареная рыбка явно вкуснее. Теперь берем овощи. Нам понадобится картофель и морковь, запеченные в духовке. Их нужно натереть на крупной терке. Как запечь овощи в духовке, я уже много раз рассказывала, но для тех, кто не знает, повторю. Овощи нужно помыть, очистить от кожуры и завернуть каждый овощ в фольгу. Запекаем в духовке при 180-200 градусах до мягкости овощей. Точное время запекания зависит от их размера. Почему же овощи нужно запекать, а не варить? Во-первых, они сохраняют все полезные вещества. А во-вторых, свой яркий и насыщенный вкус. Морковь, запеченная в духовке, намного вкуснее, чем морковь вареная или приготовленная в микроволновке. Попробуйте сами, и вы поймете, о чем я говорю. Теперь берем свежую зелень. Нам понадобится зеленый лук и укроп. И мелко ее рубим. Конечно же, зелень предварительно нужно помыть и обсушить бумажными полотенцами. Мокрая зелень в салатах нам не нужна. Но я думаю, вы это и так знаете. Теперь берем вареные яйца, разрезаем их на половинки и отделяем белок от желтка. Желток нужно размять вилкой, а белок натереть на крупной терке. Возможно, вы напишите в комментариях, что это не рецепт мимозы, и мимозу готовят совсем по-другому. Но я с вами поспорю. Рецептов одного и того же салата очень много. Они сильно отличаются от традиций, которые сформировались в семье и от региона проживания. Поэтому у каждого есть свой рецепт привычного салата, но правильного среди них я никогда не выделяю. Да, и еще нам понадобится яблоко. Яблоко нужно очистить от кожуры и тоже натереть на крупной терке. И маленький секретик. Чтобы яблоко не потемнело, сбрызните его немного лимонным соком и перемешайте. И снова возвращаемся к нашей горбуши. Ее нужно остудить и порезать на мелкие-мелкие кубики. Если в филе присутствуют кости, их, конечно же, нужно убрать. И теперь берем салатник и формируем нашу мимозу. Выкладываем салат слоями. Сначала кладем слой картофеля, немного его солим и смазываем майонезом. Затем идет горбуша, зелень, морковь, белки и желтки. Каждый слой нужно смазать майонезом. При моем скептическом отношении к майонезу, я считаю, что в этом салате он вполне уместен. И салат получается невероятно вкусным, благодаря тому, что пропитывается майонезом. Но, конечно же, майонез лучше взять домашний. Как его сделать, ищите рецепт у меня на канале. Или пишите в комментариях, я дам вам ссылочку. Если ваш салатник очень большой, продуктов много, слои можно повторять. Главное, закончите салат белками и посыпьте сверху желтками. Продолжение следует... Сверху салат можно украсить веточками свежего укропа. Теперь накрываем салатник пленкой и убираем в холодильник хотя бы на 4 часа. Чем дольше он постоит, тем будет вкуснее. Посмотрите, какая красота получается. С Новым годом вас! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok